Здравствуйте, это Эпицентр, в нем, как всегда, я, журналист Наталья Узун, и сегодня вице-спикер парламента, глава парламентской комиссии по делу о краже миллиарда и заместитель председателя партии платформы «Достоинство и правда» Александр Слуцарь. Здравствуйте, господин Слуцарь. Спасибо, что нашли время для телезрителей телеканала РЕН-Молдова. Рад прийти к вам. Я недаром вас представила во всех ваших трех ипостасях, потому что... Есть еще и четвертая. Я же лидер фракции. И лидер фракции. Потому что у меня вопросы ко всем этим вашим занятиям и занятостям. Но начну я все-таки с вопроса о том, как так случилось, что политическое соглашение о переходных целях, недавно подписанное, не подписал глава партии, которая упоминается в названии этого соглашения, господин Анастасий. Все очень просто. Потому что это соглашение является не межпартийным, а оно является институциональным. То есть оно подписано между правительством, парламентом и президентом. И самое главное, почему так сделано, потому что это соглашение не о какой-то общей программе, не о каких-то общих политических задачах. Это соглашение о реформах. Ряд реформы во многих отраслях, которые мы должны выполнить. И начинаем мы это соглашение именно с реформы юстиции. А реформы выполняют не партии. Реформы выполняют даже не просто политики. Реформы выполняют институты. Мы думали, как это сделать, когда дискутировали, как правильно, потому что были предложения, чтобы снова сделать межпартийное, потому что первое соглашение было межпартийное, в каком-то все депутаты его подписали. Но тогда это было обосновано. У нас не было правительства, у нас фактически не было парламента, и нужно было от чего-то отталкиваться. Сейчас у нас работает полноценный парламент, у нас есть правительство, реформы выполняют институты. И, наверное, надо уже закончить эту порочную практику, когда в прошлые годы у нас все в офисе одной партии выходил ее лидер, называл, что надо делать, правительство и правами быстро брали под козырек и выполняли. Надо привыкать к тому, что есть институты. Поэтому это абсолютно логично, что со стороны правительства подписала Майя Санду. Она подписала не столько и нисколько как лидер партии, а как премьер-министр. В президентуре подписал Игорь Дадон, а со стороны парламента подписали три лидера трех фракций, которые составляют сейчас парламентское большинство. Но здесь на самом деле были вопросы о том, что могут ли подписывать соглашения руководители трех ветвей власти, учитывая, что взаимоотношения между этими ветвями власти прописываются законодательно, регулируются конституции. А что там регулируется? Конституция определяет общую формулу, что существует разделение властей, это раз. И второе, что власти между собой сотрудничают. Разделение властей мы не нарушили, потому что каждому органу отведена своя роль в этом процессе. Все будет по конституции, правительство будет вырабатывать законопроекты, парламент будет их голосовать, президент будет их промульгировать. А сотрудничество, оно сам Бог велел нам сотрудничать. И если мы договорились, мы долго договаривались, трудно шли к этому соглашению. Если мы договорились, я не вижу никакой проблемы. Наконец-то все высшие органы государственной власти в Молдове обязались... Смотрят в одну сторону. Обязались проводить реформы на благо граждан. Я, нужно сказать, абсолютно сторонник. Подписание этого соглашения. И, в принципе, такой согласованной работы в ветве власти. Но вот здесь все-таки остается вопрос. Соглашение канализировало определенные направления работы. И означает ли это, что, допустим, депутаты не могут выдвигать законодательные инициативы или предлагать законопроекты за пределами оговоренных тем и направлений? Нет. А правительство не может, соответственно... Нет. Ну, нельзя в одном соглашении охватить все. Там, каждую сферу деятельности вплоть до мельчайших подробностей. Определены основные направления в каждой области. Юстиция, экономика, сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение. А, в общем-то, там нигде не ограничено действия депутатов. И по этим вопросам даже, допустим, что-то там не оговорено, но будет очень важно. Мы придем... Это же все живое движение. То есть, если мы вдруг на каком-то этапе, вот как-то нужно отреагировать на какую-то ситуацию, и мы придем к идее, что нужно выдвинуть какую-то инициативу, которая не написана в этом соглашении, или же по какому-то направлению, которое тоже не включено в это соглашение, и депутаты, и правительство, мы абсолютно свободны в своих действиях. Тогда, если будут не исполнены определенные пункты этого соглашения, что последует за этим? Это не прописано в соглашении? Это не прописано. В общем-то, мы должны ответственно подходить к этому соглашению. И, в общем-то, если одна из сторон не будет его выполнять, это соглашение не будет работать. Она несет политическую нагрузку. Она не несет юридическую нагрузку. То есть, никого за это не привлекут к судебной ответственности, никого не будут штрафовать за это. Это политическое соглашение между тремя институтами. То есть, его неисполнение не может разрушить партнерство? Ну, вы понимаете, я думаю, что если, опять же, все зависит от степени неисполнения. Если, допустим, какие-то краеугольные вещи не будут исполняться, я думаю, партнерят дальше работать не будет. Например, ну, так, чтобы было понятно нашим телезрителям, юстиция. Вот мы там прописали очень подробно юстицию. Если, допустим, одна сторона будет сильно сопротивляться и будет саботировать, не захочет голосовать за эти вот законы, я думаю, что мы дальше идти не сможем. Потому что без правового государства многие вещи, которые мы делаем сейчас, бессвынственны. Я вот сейчас спрошу вас о реформе юстиции, но все-таки, чтобы закончить с формальной стороной подписания этого соглашения, спрошу еще один вопрос. Если столь важно и столь, так сказать, без больших последствий этот документ, то почему так долго с ним тянули? Ну, во-первых, очень долго обсуждали и детально, что туда должно быть записано. Потому что, как вы обратили, оно на 15 страницах, очень много реформ, там очень много видов деятельности, и нужно было это все обсудить. Во-вторых, шла длительная дискуссия по вопросу юстиции. Для блока ОКУМ, это, еще раз повторяю, это был краеугольный камень. Мы предложили очень подробно расписать, что мы будем делать в прокуратуре, в судебной системе, в центре по борьбе с коррупцией, как мы будем оценивать судей, как мы будем оценивать прокуроров, потому что это очень важно, это важно не для блока ОКУМ. У социалистов были определенные вопросы по этой системе. И у них был свой проект. И у них был свой проект, на каком-то этапе нам удалось объединить оба проекта, и, в принципе, ну, скажем так, процентов на 80 вошли предложения блока ОКУМ по юстиции. И второй вопрос, долго спорили все-таки по формату, вот то, о чем мы с вами выше говорили. Должно ли это быть межпартийное соглашение, или это должно быть институциональное соглашение. Здесь тоже были разные мнения. В конце концов, на мой взгляд, победил здравый смысл, и мы его подписали в правильном формате. Значит, решили все-таки отказаться от идеи европейского прокурора? Ну, скажем так, может быть компромиссный вариант. Если, допустим, найдется человек из Европы, который захотел бы прийти. Здесь есть большая проблема, что никто в очередь не становится в Молдову прокурором. Но если найдется человек европеец, европейский прокурор из Румынии, из Германии, из Эстонии, не знаю откуда, и будет возможность для его участия в конкурсе, в общем-то договорились, что президент может быстро дать гражданству. Ага, значит, все-таки нашли компромиссный вариант. Скажем, как компромиссный вариант. Он не записан, он не прописан, потому что это уже слишком детализовано, но на уровне неофициальных переговоров, это, в общем-то, такой вариант возможен. Ну вот теперь к реформе юстиции. О ней очень много говорится, и очень много было предложений и призывов к самой системе судебной, прокурорской. Я с самого начала в это не веровал. Мы потеряли время. Самоочищаться. Я не верил в это. И вот сейчас произошло это общее собрание судей. Как бы оно там ни происходило. Но тут же зазвучали критические замечания о том, как это плохо, как это неправильно, был кворум, не было кворума, как они голосовали. Но они самоочищены. Разве это не шаг к тому, к чему вы их призывали? Просто делают они это как умеют. Ну это никакое не самоочищение. Самоочищение это не значит нарушать кучу законов. Вы понимаете, вот я лишний раз убедился, что в белых перчатках бороться с захваченным государством практически невозможно. Вот мы несколько месяцев дали им возможность, я, например, был против с самого начала, дали им возможность самоочищаться. Мы приняли эту декларацию о захваченном государстве. Я был сторонник более жесткого подхода и остаюсь сторонником. Я считаю, что с волками жить как минимум по собачьей выть, если не по волчьей. И я считаю, что должны быть более жесткие и адекватные меры. Я не предлагал нарушать законы. Но я сказал, давайте, раз мы приняли эту декларацию, примем какие-то специальные законы, которые на какой-то временный период позволят нам отойти от общего законодательства, почистить систему и потом отменить эти специальные законы. К сожалению, победила точка зрения, что надо все-таки дать им самоочиститься, надо не идти по беспределу, близко даже, чтобы не было беспредела никакого, чтобы никто нас не обвинил. Я не предлагал идти по беспределу. То есть иллюстрация это? Иллюстрация это? Я понимаю, вы говорите о иллюстрации. Даже не обязательно иллюстрация. Я предлагал, например, в моменты, вот демократы очень хитро сделали систему. Они так сделали эти законы и в судебной системе, и не только. И в Совете по аудиовизуалу, и в Совете по конкуренции, и в прокуратуре, и в комиссии по финансовому рынку, и в счетной палате. Практически вот эти органы вроде бы как курируются парламентом, но отставить этих людей после их назначения, просто так вот, абсолютно невозможно. Если они даже будут весь свой срок ни черта не делать, невозможно ничего с ними сделать. Я предложил, говорю, слушайте, если у нас есть захваченное государство, давайте несколько специальных законов, которые позволят парламенту провести отставку. Вот на три месяца, на четыре месяца, и после этого мы отменим. Раз мы приняли эту декларацию о захваченном государстве. Сказали, нет, ну так, так нельзя, мы не можем под себя делать законы. Это в формате трех партий обсуждали? Да, 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 мы не можем так делать, мы это вот. И вот смотрите, что произошло на прошлой неделе. 200 судей, которые должны оправлять правосудие, которые должны по закону судить, они просто пошли по беспределу. Я не говорю, был кворум, не было кворума. Они нарушили несколько законов, причем грубо. Закон о Совете магистратуры, он там четко предусмотрен, в каких случаях Совет магистратуры может быть отозван. И ни в одном случае их, в принципе, по решению ассоциации их нельзя отозвать. Там должно быть или судебное решение, или должен быть акт о несоответствии должности. Ну все, куча юридических процедур должно быть провести. Они 200 судей пошли по беспределу, собрали, сказали, все, мы их отзываем. Посмотрите, как они себя с нами ведут. А мы пытаемся делать эту очистку в белых перчатках. Я, например, считаю, что мы должны принять вызов, и я не верю в самоочищение системы. В принципе, мы несколько законов приняли уже по этому вопросу. Я думаю, что и здесь реакция должна быть достаточно жесткая на эти 200 судей. С моей точки зрения, судьи, которые так грубо нарушают закон, после этого не имеют права называться судьями. Но есть ли механизм, который бы позволил выправить эту ситуацию, потому что если было нарушено так много законов? Очень много журналистов присутствовали на этом общем собрании судей. И, собственно говоря, я так понимаю, что никто из тех, у кого брали комментарии, не обратил внимания на такие грубые процедурные нарушения. Поэтому вопрос, если были такие грубые процедурные нарушения, как их теперь можно выправить? Я не очень большой специалист в юриспруденции. У нас есть специалисты, которые этим занимаются. Я очень надеюсь, что, во-первых, это должно иметь какую-то квалификацию в плане уголовной ответственности. Потому что, когда 200 судей принимает заранее незаконное решение, значит, должна быть какая-то ответственность за это. А кто должен вынести это? Я считаю, что прокуратура. Я считаю, что прокуратура. Во-вторых, мы никаким образом не должны признавать это решение. Есть тот высший совет магистратуры, какой есть. Он далеко не идеальный. Он тоже должен быть очищен. Но если мы идем в рамках закона, мы сейчас принимаем ряд законов об очищении этой реформы, значит, надо дождаться, сколько это понадобится, месяц-два. И когда начнется оценка судей по новому закону, мы ждем сейчас авиза Венецианской комиссии. Я надеюсь, что в конце октября, в начале ноября, мы примем новый пакет законов по оценке судей прокуроров. И эта оценка начнется в первую очередь судей, членов высшей советы магистратуры, насколько я знаю. Вот тогда и все, и будет во всем оценка дана. Тогда мы будем со всем разбираться и будем действовать в рамках правового поля, пусть и специального правового поля. Наконец-то мы идем достаточно по специальному. Надо было это с июня месяца делать, а не ждать сентября, октября, когда эти устроят нам беспредел. Но терпеть это, вызов этих 200 судей, вы же посмотрите, кто это все возглавлял. Я допускаю, что там были честные судьи. Я видел ряд молодых судей, которые действительно, понимаете, как такое впечатление, что несколько десятков судей страшно испугались, когда выдан был мандат на арест на Друцов. Это же беспрецедентно. Во-первых, на председателя высшей судебной палаты. Во-вторых, по какой статье? Заметьте, незаконное обогащение. Там же каждого второго судью можно брать за это. Я думаю, что несколько десятков самых коррумпированных судей очень испугались. И под маркой вот этой идеи о реформе, о очищении, они вышли и стали бороться с этим высшим советом магистратуры не в июне месяце, не в июле месяце, не в августе, а именно после того, как вышел мандат на арест Друцов. И, к сожалению, в их капкан попалось и несколько десятков молодых судей, которые действительно поверили, что вот сейчас надо действительно очищаться, вот надо это вот, и каким-то образом были использованы. Я далеко не хочу кидать всех их в один горшок. Там есть зачинщики, и мы их видели. Я видел Павлюка там, я видел Сторниала, я видел там тех этих вот из Гарема-Флохотнюка, любимых судей его. Я видел, кто был зачинателем всего этого дела. Я думаю, что нормальная прокуратура, если им хватит смелости, должны разобраться, как такой вопиющий случай произошел, и как может быть в одной стране два высших совета магистратуры. Но очень важно, чтобы мы, как власть, проявили волю. Хватит в белых перчатках заниматься реформированием. Ваша идея понятна. У нас тоже есть важная вещь, мы должны выйти на рекламу. Мы ненадолго прервемся, не уходите, мы скоро вернемся. Мы вернулись в студию, в эфире «Эпицентра» Александр Слуцарь. Господин Слуцарь, вы сказали, что вот эта ситуация, мы говорили с вами об общем собрании судей, и в эту ситуацию должна вмешаться прокуратура. И вот здесь как бы вопрос все-таки о прокуратуре. Насколько я понимаю, исполняющий обязанности генпрокурор продолжает работать со старым составом прокурорской системы. не было ничего слышно об увольнениях, о замене штатов? Ну, я насколько наблюдаю за этим процессом, я вижу там некоторые перемещения, несколько человек ушли, самые одиозные фигуры. Ну, это то, что было с самого начала. Ну, уже когда он стал исполняющим обязанности. Там были несколько движений и перемещения. Но в целом, в целом, да, я согласен, что процесс очистки, ну, он может произойти, опять же, в легальном поле, и произойдет, опять же, в рамках этого законопроекта, который предусматривает оценку всех прокуроров. Но все-таки, вот, мы видим, что такое политическая воля. Если есть линия и желание, пусть и с большой натяжкой, пусть и с оглядкой, пусть и с опоздалой, потому что есть много вопросов все-таки по работе прокуратуры, остается много вопросов. Но вот если появилась политическая воля, я даже сравнивал дискурс, его первый, когда он пришел в парламент, и вот сейчас последний, когда мы поднимали мандаты на двух депутатов. Ну, это совсем другое дело. Человек почувствовал, что в парламенте есть поддержка. Что действительно, несмотря на определенные противоречия по реформе юстиции, парламентское большинство реально хочет расследовать самые резонансные дела предыдущие. У него есть возможность работать, не оглядываясь на телефонные звонки. Хотя я не исключаю, что все-таки попытки как-то контролировать прокуратуру предпринимаются и будут предприниматься. Но видно, что все-таки сейчас прокуратура работает более свободно. И мы уже видим первые результаты, которые меня лично, как человека самокритичного, не могу сказать, что очень прямо радует. И я не вижу всех резервов, которые там есть. Я понимаю, что общество ждет большего, но все-таки нельзя сравнить то, что было два месяца назад, потому что прокуратура вообще бездействовала. Вот именно об этом речь. Значит, все-таки ведь работает не только исполняющий обязанности генпрокурора, но понимаю, что и другие прокуратура... И прокуратура антикоррупционная, и Пичекокс, и Центр по борьбе с коррупцией, МВД. Понимаете, я впервые увидел слаженную работу нескольких правоохранительных органов. Но если вот этот процесс пошел, что называется, вот нам сообщают о тех других разных всяких делах, значит, все-таки не все так плохо, значит, все-таки не нужно, может быть, всех шерстить, всех убирать, проверять. А кто говорит, что всех прямо уберут? Мы должны понимать, мы должны понять две вещи. Первое, что прокуратура, это, скажем так, это были претарианцы Лохотнюка. Это была его гвардия. Туда он вложил огромные инвестиции, потому что именно за счет прокуратуры он захватывал государство и подчинял себе многих политиков и другие органы. Поэтому там он особенно смотрел за кадрами и старался всех более-менее независимых, честных людей отдалять их, отсылать куда-то и не продвигать на ключевые посты. Мы должны это понимать. Поэтому здесь все-таки процесс очистки должен быть очень серьезный. Но вторая вещь. Тем не менее, есть ряд прокуроров, которые показали, они себя не запятнали. По крайней мере, грехи их, наверное, не такие большие, как у других. И у них есть реальное желание сейчас где-то реабилитироваться, где-то исправиться, где-то, может быть, даже отомстить этому режиму, который так издевался над ними. Вы же понимаете, жить в таком ритме и всегда оглядываться на телефонные звонки, на окрики хозяина, на то, что с тобой могут расправиться в любой момент, удовольствие ниже среднего. Поэтому я думаю, что люди, мужчины с характерами, они далеко не счастливы были от такой системы. И я думаю, что есть ряд людей, которые действительно хотят как-то показать свое отношение к предыдущему режиму. Поэтому сказать сейчас, что всех нужно выбросить, всех нужно убрать, ну, наверное, было бы неверно. Мне кажется, что реальная оценка независимой комиссии с участием иностранных экспертов, с участием гражданского общества смогут отделить зерна от плевел. А как вы оцениваете сейчас работу национального центра по борьбе с коррупцией? Или он еще себя не проявил? Там тоже есть определенные движения. Там тоже есть определенные движения. Я вижу, по крайней мере, лучшее взаимодействие между центром по борьбе с коррупцией и прокуратурой, но в то же время и дублирование. Мы должны все-таки определиться, чем занимается центр по борьбе с коррупцией, чем должна заниматься антикоррупционная прокуратура. Потому что есть дублирование функций. Поэтому и здесь были споры. Мы, например, предлагали ликвидировать вообще центр по борьбе с коррупцией, объединив его с антикоррупционной прокуратурой. Для того, чтобы там консолидировать самые сильные действия по борьбе с коррупцией. Возобладала другая точка зрения. Социалисты считают, что Центр по борьбе с коррупцией нужен. Проведем эту реформу. Я думаю, что крупная коррупция будет расследоваться антикоррупционной прокуратурой. А Центр по борьбе с коррупцией будет заниматься, во-первых, коррупцией, системной коррупцией, скажем так, более меньшего уровня. А во-вторых, антикоррупционной экспертизой для законодательных актов. Наверное, будет так. Очень интересно. Но вот теперь хотелось бы уже немного совершенно к другой отрасли. К аграрному сектору, который вы хорошо знаете. И входите в парламентскую комиссию по вопросам сельского хозяйства. Как вы оцениваете политику правительства в сфере аграрного сектора? Вот прошло 100 дней. Министр Минку отчиталась о работе. У нее 23 законодательные инициативы подготовлены, она сказала. Как вы оцениваете политику правительства в аграрном секторе? Как вхождение в тему, как ознакомление с проблемами. Но нужно двигаться быстрее. Нужно двигаться быстрее. Нужно решать несколько ключевых задач. Опять же, я очень самокритичен. Наверное, если бы я был министром, мне бы тоже было бы сразу тяжело. Хотя я знаю этот сектор неплохо, но все равно. Нужно понимать, что сельское хозяйство, особенно в предыдущие правления, оно было золушкой. Когда прошла эта оптимизация реформ, больше всех пострадало сельское хозяйство. Там сейчас осталось 32 человека, которые работают. Именно на направлении сельского хозяйства. Министерство сейчас объединили с региональным развитием и экологией. Так вот, за сельское хозяйство отвечает 32 человека. Вы же понимаете, что аграрная сторона. Выбросили почему-то перерабатывающую промышленность. Раньше было сельское хозяйство и пищевая промышленность. Сейчас непонятно вообще, кто занимается пищевой промышленностью. В министерстве сельского хозяйства этого нет. В министерстве экономики там занимается сейчас такой монстр. Там всем занимаются и получается, что очень многие субъекты поверхностно рассматриваются. Поэтому это очень непростой сегмент, который финансируется давно уже по остаточному принципу. На мой взгляд, нужно несколько ключевых направлений выделить для сельского хозяйства. Во-первых, это ирригация. Мы должны полностью пересмотреть подход в орошении земель. Мы должны взять пример Израиля. И выкладывать как можно больше денег. Особенно донорские проекты мы должны направить для того, чтобы на всех уровнях. На Скара-Мари, Скара-Мика. То есть и на большие, и малые ирригационные системы. Чтобы работали, чтобы было как можно больше бассейнов аккумулятивных, так как по примеру Израиля. Чтобы решить вопрос, наконец, с использованием подземных ввод. Потому что это большой неиспользованный источник. Мне кажется, что нужно сконцентрироваться на этой проблеме. Нужно сконцентрироваться на проблеме увеличения фондов. Потому что мы уже, сколько, я 7 лет назад боролся за 1 миллиард лейфом. Только хотел сказать, я помню, как вы боролись. До сих пор мы сейчас, 50 миллионов осталось, но у нас нет этого миллиарда. И при таком финансировании понятно, что нам очень сложно... 500 миллионов вы хотели сказать? Нет, нам 50 миллионов не хватает. У нас 950 миллионов. А, не хватает 500 миллионов до миллиарда? 950 миллионов сейчас фонд субсидирования, национального развития, как он называется, сельского хозяйства. И осталось 50 миллионов. Но, учитывая, что идут европейские деньги, идет инпард, мы должны увеличивать фонд. И третья проблема, мы должны, наконец-то, после 30 лет абсолютно ничего не делывания в этой области, мы должны вводить общеевропейскую практику политики интервенции. Когда государство закупает определенное количество сельхозпродукции у фермеров. Вы, когда говорите, должны, нужно, вы имеете в виду, что парламент и комиссия может к этому подключиться? И правительство, в первую очередь правительство. И я вижу, что есть понимание этой проблемы. Если вы заметили... В политическом соглашении. В политическом соглашении эти вещи прописаны. Я очень надеюсь, что мы после того, что 100 дней ушло на схемы, на вот эти вот все разоблачения, на вхождение в ситуацию, в понимание. И, на мой взгляд, очень неправильно, что Министерство сельского хозяйства объединено с Министерством региональным развитием и экологией. И это сильно мешает развитию отрасли. Ну, вот эти 100 дней как бы ушли на документирование. Если вы меня спросите, можно ли было сделать лучше, быстрее, наверное... Не спрошу. Наверное, можно было бы сделать. Но, опять же, я себя всегда спрашиваю, если бы я был бы министр, мог бы я двигаться быстрее? Ну, может быть, чуть-чуть где-то быстрее. Просто я еще раз говорю, это сельское хозяйство, его прошлое правительство забросило. Это просто мне очень обидно смотреть на то, как относились к сельскому хозяйству. Если, кстати, по тому же фонду, он как в 2016 году, вот когда пришел единовласть на Плохотнюк, как был 900 миллионов, так на протяжении трех лет ни разу не превышался. Ни на один банус. Вот сейчас его впервые на 50 миллионов уже подняло правительство блока ОКУ. Почему я не спрошу, нужно ли быстрее? Потому что мне интересно, чем занята в это время парламентская комиссия по вопросам сельского хозяйства. Там какие-то законопроекты обсуждаются. Я посмотрела на вашу страницу на парламенте. Может быть, там, конечно, не вывешены законопроекты в этой области, но там нет ничего, что касается сельского хозяйства. Хотя, действительно, я помню, когда мы с вами общались 7 или 8 лет назад, у вас было просто идей очень много. То есть сама комиссия сейчас может предлагать какие-то законопроекты? Конечно, может, но, в общем-то, есть общераспространенная практика, что фундаментальные законы, например, как-то стратегия по использованию гидроресурсов для орошения, земельный кодекс новый, механизм по интервенции. Это, в общем-то, фундаментальные законодательные акты, с которыми должно прийти правительство. Правительство. И в этом плане парламентская комиссия помогает. Мы проводим, кстати, каждую неделю мы проводим слушания по многим текущим проблемам, связанные с помощью фермерам, которые пострадали от града. В этом году как никогда много пострадали от града. По вопросам закупочных цен на виноград и на яблоки, это тоже злободневная тема. И наши переработчики злоупотребляют своим доминирующим положением на рынке. И в условиях, когда совет по конкуренции не работает, они ставят цену, как хотят, когда хотят, договорившись между собой. И это мы тоже отметили. Комиссия работает, но мы, даже если бы очень хотели, мы технически, организационно не можем подменить Министерство сельского хозяйства и правительство. Теперь поняла. Но все же основную массу, львиную долю вашего времени все-таки отнимает комиссия по вопросам банковских хищений. Это правда. И вот уже буквально через пару недель должен появиться отчет. Вы успеете к 15 октября все в порядке? Обязаны. Обязаны успеть. Ну, драфт уже есть. Он давно есть. В принципе, сейчас каждый член комиссии готовит свои предложения к этому драфту. Но мы параллельно еще продолжаем некоторые заслушивания. Очень тесно работаем с Национальным банком, потому что там появились интересные новые обстоятельства. И мы запрашиваем очень много документов. Легальный срок до 10 октября нашей комиссии. Я думаю, что к 15-16 октября мы обязаны представить этот отчет. Если переводить Мотомос Румынского, то комиссия называется комиссия о банковской краже. Не совсем так. Парао до банкари. Комиссия об отражении всех обстоятельств дивализации банковской системы. Так оно, если правильно. То есть очень широкий вопрос. Это гораздо больше, чем вопрос только того, что произошло 24-26 ноября, насколько я понимаю. И само агентство КРОЛ также, на которое вы опираетесь, собственно говоря, во многом. В том числе. Да. Расширило границы своего расследования. То есть сейчас речь идет не о краже одного миллиарда, а трех миллиардов. Правильно я понимаю, что уже... Вы знаете, вот если вы меня спросите, какая реальная сумма была украдена, не только я. Я думаю, что на этот ответ не может ни прокуратура ответить, ни другие правоохранительные органы. Но я глубоко убежден, что украли больше, чем миллиард. И опираюсь на цифры, которые я опять же получил из Национального банка. С 7 по 27 ноября. За три недели. С момента, когда пришли Драгуцан, Канду, Арапу и Лянка с этой идеей выдать государственные гарантии. И там расписались, что банки эти три... Боже мой, что там происходит? Они уже не дышат. Там нет денег. Значит, только за эти три недели из этих трех банков по официальным данным были выданы кредиты. Кредиты юридическим и физическим лицам на сумму более 25 миллиардов леев. Более 25 миллиардов леев. То есть, вы понимаете, что это такое? Насколько цинично и мерзко все, что произошло? Но там разве кредиты были бы даты? Или люди активно снимали, по-моему, тогда и вклады? Не, не, не. Не было тогда. Насколько я помню. Не было тогда. С 20 ноября никто не знал ничего. Это уже потом пошел процесс снятия вкладов, когда просочилась информация о том, что произошло. А тогда просто те, кто задумал эту кражу, они прекрасно знали, что будет выделена эта гарантия. Уже знали, что эта кража будет покрыта из кредита национального банка. И национальный банк и правительство, вместо того, чтобы сразу же после принятия этого решения на второй час ввести управляющих национального банка в этих трех банках, чтобы ни одна муха не вылетела из этих банков, национальный банк принял это решение. Об этом решении узнал узкий круг. И за эти три недели, я же еще раз говорю, из-за этих банков, только как кредиты. Я не говорю про привлечение депозитов, про пласаменты в другие банки. Размещение в других банках. Размещение в других банках. Только в качестве кредитов на юридические и физические лица официальную информацию получил из национального банка, было выведено 25 миллиардов леев. Вот на этом месте мы снова прервемся. И вот у меня очень важный вопрос именно по той заявке, по тому обращению, которое вы сделали в Генпрокуратуру в связи с той статьей, по которой вы предлагаете рассматривать в отношении вот этих лиц, руководителей Нацбанка и правительства. Вот об этом мы будем говорить после рекламы. Не уходите, мы очень скоро продолжим. Мы вернулись в студию, мы продолжаем разговор с вице-спикером парламента Александром Слуцарем. Мы говорим о работе комиссии по делу о краже миллиарда. Вы сейчас до перерыва говорили о том, что тогда в ноябре 2014 года очень многое мог сделать руководитель Национального банка и структур, которые контролировали работу системы. Но когда вы подали обращение в Генпрокуратуру по вопросу о действии или без действий лиц, которые принимали решение о выдаче госгарантий и событиях, связанных с тем временем, вы указали на правонарушение, я не помню, какой был номер статьи, но статья была о халатности. Ну, как минимум халатность, потому что у меня нет оснований, что там, я подозреваю, что там есть злоупотребление служебным положением, что есть и коррупция, скорее всего, потому что я не верю, что глава Национального банка все эти годы, проверяя банковскую систему, не видел, куда она идет. Вы говорите про ноябрь месяц. Так у нас в 2013 и 2014 году эти три банка катились по наклонной, с огромной скоростью, потому что надо быть полным идиотом, вообще ничего не понимающим ни в чем, чтобы не видеть их политику. И самое главное, были информационные ноты от Центра по борьбе с коррупцией, от СИСа, от внешних партнеров. Я небольшой специалист в банковском секторе, но когда ты видишь, что несколько банков два года привлекают депозиты от людей под 7-8%, под самый высокий процент, который был тогда выше, чем все остальные банки, при этом эти деньги выводятся из страны и размещаются в банках Российской Федерации, тоже как депозиты, под ставку от нуля до 2%, нельзя не понимать, что здесь, что это вообще, потому что нет никакой экономической логики. Все зарабатывают именно на этой разнице. Ты берешь депозит под меньший процент и выдаешь кредиты, или делаешь какие-то депозиты под больший процент. На этом живут все банки. А тут явная политика идет о дивализации трех банков. И Национальный банк ничего не предпринимает ни в 2013, ни в 2014. Управляющего нужно было вводить еще весной 2014 года. Об этом указывал и МВФ, и Мировой банк. Ничего не происходит этого. Тогда почему же не применяется к бывшему руководителю банка, который действительно закрыл глаза на центробанка, на происходящее преступление на самом деле, не применить к нему статью о попустительстве правонарушению? Я не знаю про такой статье. Я увидел именно служебная халатность, преступная халатность, которая бы привела к таким, потому что от нее надо отталкиваться. Но там 45 тысяч леев штрафа. Нет, но там есть и уголовная ответственность, если это сделано группой. Я еще раз говорю, если начинать с этого, если начинать с этой статьи, то дальше можно выйти и на злоупотребление служебным положением, можно выйти и на коррупцию пассивную, активную. Просто у меня нет актов, чтобы сказать, что там была коррупция. Этим должна заниматься прокуратура. Я с вами согласен, что, на мой взгляд, есть статьи гораздо более тяжкие для того, чтобы применить к Драгуцану, Лянка, Канду, Арапу. Для меня эти четыре человека, при всем том, что презумпция невиновности существует, но я как гражданин и как депутат, я даю этот квалификатив. Они преступники для меня. И первым преступником является Драгуцан, который, сделал ли он это сам, скорее всего, его заставили это сделать. Он делал по указанию сверху. Я в этом практически уверен, учитывая, что уже мы имеем список конечных бенефициаров. Мы, если все это связываем, то вырисовывается очень понятная картина. Но так как у главного организатора Плохотнюка нигде подписи нету, и даже его советника Иралова нигде нету подписи, а я считаю, что именно он был инженером всей этой схемы, но подписывался, действовал и бездействовал Драгуцан. Драгуцан несет прямую ответственность за то, что произошло. Потому что с 7 ноября, когда ты пришел в Совет по финансовой стабильности и слезно плакал, привел вот такой вот толстый документ о том, что все пропало, три банка больше не могут, нужно спасать банковскую систему. И ты сразу же не позаботился моментально, имея все полномочия, чтобы ввести туда администрацию. И ни один министр, ни Канду, ни Арапу, про Лянку я вообще молчу, никто из них не встал и сказал, подождите, мы даем 9,5 миллиардов денег, которые с большой вероятностью не вернутся, которые станут дополнительным бременем для нашего населения. Какая ситуация там реальная? Что там происходит в этих банках? И вот после 7 ноября только Национальный банк имеет информацию ежедневную через систему SWIFT, что выходит из страны. Так вот с 7 по 27 ноября Национальный банк каждый день имел информацию, что эти банки выдают кредиты. И Национальный банк бездействовал. Это преступление. Это преступление. А есть ли уже, вы сказали еще летом, что вот у вас сложились пазлы? Кроме одного момента полностью сложился пазл. С пропавшими документами, со сгребшей машиной? Нет, это понятно. Мне непонятно, кто реально купил акции у Платона в 2013 году. Потому что формально их купил Шор, но вся информация, которую я располагаю, показывает, что у него не было таких денег. Он был должен половине Кишинева, половине бизнеса в Кишиневе. У него не было этих 10 миллионов. И у меня нет доказательств. Говорят, что хорошие бизнесмены такой образ создают специально. У меня денег нет, но при этом получают покупки. Я глубоко убежден, что реальным бенефициаром этих акций через контроль политический и уголовный над Шором, потому что по Шору уже было много тогда, я глубоко убежден, что реально эти акции купил Платон. Но на том тайном совещании, о котором вы говорите как раз в том заявлении в прокуратуру, все-таки вы прописываете, которое происходило у президента Тимофтия, я для зрителей специально поясню. Да, в начале ноября 2014 года. Когда и появилась идея о том, что вот финансовый кризис. Ведь с этой идеей о том, что нужно вводить чрезвычайное положение, вводить гарантии, выступил все-таки Филат? Плохотнюк. Плохотнюк выступил. Это подтверждают все. Филат поддакивал, но на аудиере он отрицал, что он вообще сказал, что он молчал, что он вообще в банковском секторе ничего не понимает. Но это крокодиловые слезы, это мы оставляем. Но даже люди близкие к Плохотнюку, такой как... Первый, кстати, кто подробно рассказал об этом совещании, был Игорь Корман, который очень подробно сказал, что именно Плохотнюк был зачинщиком, который очень аргументировал, почему это нужно. Он подвел геополитическую базу, он сказал, что Платон разрушает всю финансовую систему, что во всем виноват Платон. Это при том, что мы же знаем, что уже была встреча, понимаете, в чем цинизм. Мы-то потом знаем из Денунса Шора, что была встреча между Плохотнюком, Филатом, Лянкой и Шором. И что все они прекрасно знали, что происходит в этой банковской системе. Но идеологическую базу подвел Плохотнюк именно, что Платон и агенты спецслужбы России хотят разорить нашу банковскую систему. И чтобы перед выборами она не грохнулась, нам нужно срочно вводить эти гарантии. Филат только пару раз там поддакнул. А всю идеологическую нагрузку нес Влад Плохотнюк на этом совещании. Хорошо. Но тогда, если все-таки говорить о тех днях 24-26 ноября, что сейчас известно о том? Почему? А почему вы говорите только 24-26 ноября? Именно когда произошла вот эта большая транзакция. А, ну это большой пакет, который они перекинули из Бема в банка Сучао и потом на 5 офшорных фирм. Но я еще раз повторяю. Я специально взял срок с 7 по 27 ноября, потому что ряд транзакций шло до последней минуты, пока не ввели центральное управление. Его ввели 27 ноября, в тот же день, когда высшая судебная палата отменила все, что было до этого и вернула разоренный Бем государству. Значит, я взял 7 ноября, когда уже Совет по финансовой стабильности принял решение, что деньги будут выделены, и до 27 ноября. Значит, нон-стоп, начиная с 7 ноября, каждый день выдавались кредиты. Кредиты, кредиты, кредиты. Причем в основном выдавал банка Сучао и Бем. На общую сумму, повторяю, 25 миллиардов лев физическим и юридическим лицам. Но, тем не менее, вот вы тоже как-то говорили, что вы удивляетесь и не понимаете, почему нет единого дела о кражении. Уже наконец-то есть. А есть много дел. То есть, вот сейчас есть единое дело. С 9 августа 2019 года. И в этом деле указывают этот 47 ноября по 27 ноября. Нет, нет, нет. Это дело за какой период? Это дело о создании преступной группировки с целью дивализации банковской системы, умышленного банкротства и отмывания денег. Это то дело, по которому были лишены иммунитета Таубера и Апостолова? Таубера и Апостолова шо? Это это дело. Это дело, да. Речь о нем. Хорошо. Если это дело столь продолжительное, то вы считаете, что все абсолютно эпизоды были взаимосвязаны? Конечно. Вот это пропажа машины, документов, приезд, сбой электроснабжения в банк Сычала, когда туда приезжают. Это уже мелкие последствия. Я считаю, что все было спланировано с 2011 года. Хорошо. С 2011 года, когда была первая райдерская атака на всю банковскую систему, тогда Плохотнюк попробовал впервые, что это такое. Где-то он получил отпор. Там вот в Агроинбанке, где были европейские акционеры, там у него не прошло. А Виктория Банк и в Беме прошло. И дальше все пошло. С самого начала была задача поставить рейдерскими атаками под контроль системообразующие банки. И аппетит приходил во время еды. Я не знаю, была ли сразу же цель у них вывести валютные резервы. Думаю, что нет. Я думаю, что они двигались по мере того, как реагировали государственные институты. Когда они увидели, что государственные институты не сопротивляются и полностью подконтрольны, аппетит пошел еще дальше. И они довели это все до кульминации в виде того, что не только разорили три банка, но еще и вывели деньги из резервов Национального банка. Но все-таки справедливости ради, надо сказать, что Плохотнюк был не единственным человеком, заинтересованным в доминировании на банке. С моей точки зрения, он был автор самой идеи. Просто по мере продвижения, там вообще везде чувствуется рука инженерия Сергея Иравова. В 2013 году Сергей Иравов был полгода советником преминистра экономики Лазаре. И вся почта электронная, вот я смотрел все имейлы, все, что связывалось с БЕМом, все проходило через него. Просто Плохотнюк, как и Иравов, достаточно умные люди, чтобы нигде не оставить свои подписи. Но если хорошо потрясти Драгуцана, Лянку, Лазара и ряд еще других лиц, мы очень хорошо... Ведь никто же не отменял, даже если нет подписи, никто не отменял устных показаний. Если есть пять устных показаний, так они перевешивают одну подпись. Хорошо. А вы теперь понимаете, почему случилось так, что можно было единственный банк с государственным капиталом, почему вообще этот банк можно было деребанить, можно было из него выводить деньги и осуществлять вокруг него такие неправомочные действия. Почему вообще появилась у них такая идея и возможность? Ну, потому что это государственный банк. То есть мы должны разделить на два этапа. Государство не самое лучшее управляющее собственностью, это надо признать. И в этом банке были проблемы с кредитами неперформантными и до 2011 года. Но это была, как бы скажем, общая тенденция. Что-то давали государственным предприятиям, поддерживали специально какие-то, какие-то там своим выдавали кредиты. Но это все было в мере, скажем, типичное, не очень эффективное управление государственным имуществом. Это было до 2011 года. В 2011 году пришли акулы. Пришел Плох от него, пришел Яравов, пришел Платон. Батк тогда контролировал правительство, и, по-моему, глава госканцелярии стал его... Да, но вы смотрите, кто акционеры. С ними тоже. Они попытались сопротивляться. Единственное, кто сильно сопротивлялся, вначале сопротивлялся ФИЛАД, потому что я поднял все протокола. Секретные протокола Комитета по национальной стабильности. И вот есть ФИЛАД в конце 2011 года, как он борется против райдерских атак, вообще в банковском секторе и в БМе в частности. И есть ФИЛАД уже в конце 2012 года. Это сломленный человек. Там уже не видно никакой воли. Он пошел по течению. Вот прошел этот период, когда пришли эти акулы. Они рейдовским атакой взяли сначала миноритарный пакет. В течение нескольких месяцев Платон при помощи Плохотнюка консолидировал 40% акций. И пошла атака. Там же было несколько атак. Сначала обратились в суд на то, чтобы государство вернуло полтора миллиона лей акционеров. Полтора миллиарда лей акционерам, которые они потеряли типа с 1999 года. Потом был запрос в конституционный суд, чтобы отменить постановление 1999 года о том, что... Вот. Вот. И подали три коммуниста его. Олег Моисеевич Рейдман был автором этого конституционного. Они шли сначала по разным схемам. Потом на каком-то этапе план поменялся. И вот тоже мне не до конца понятно, почему Платон выскочил из этой схемы тогда. И было решено, что эту схему доводить до конца будет шок. Так, может быть, потому что просто не было между ними сговора. Они всегда были, может быть, конкурентами, а не сообщниками. Платон был всегда... Почему вы не рассматриваете? В моей точке зрения Платон был всегда... До 2014 года он был... При всем, что я могу говорить, что плохотнюк... Но Платон был его партнер. Платон в 2011 году получил эти акции. И я видел эту транзакцию на 80 миллионов долларов 2011 года, когда официально были проданы 26% акций Виктория Банк и еще две фирмы там в нагрузку. Они официально были проданы 28% акций в Беме, еще 7% акций в Виктория Банк и 83% акций в Эсито. Потому что никогда 26% акций в Виктория Банк не могли стоить 80 миллионов долларов. Но я и помню, что писали статьи газеты в то время, потому что я активно... Мы все активно занимались той проблемой тогда. И все говорили о том, что плохотнюк просто теряет интерес к банковской системе и выходит из нее, он сбрасывает акции. Он формально... Это была общая тема. Я помню, да-да-да. Формально оно было так, потому что он шел в политике. В политику ему нельзя было быть акционером, чтобы формально это ему не принадлежало. Но с моей точки зрения, его воля, его рычаг в этой банковской системе не ослабевал ни на секунду. Ваш коллега по комиссии... Я в завершение. Мы должны, к сожалению, заканчивать. И последний вопрос все-таки будет таким. Ваш коллега по комиссии депутат-социалист Владимир Головатюк постоянно говорит о том, что нужно наказывать тех, кто подписывал контракты, выдавал кредиты, нажимал на кнопки или не нажимал на кнопки и останавливал эти контракты. Да, абсолютно правильно. Вы поддерживаете? Конечно, поддерживаю. Почему не делаются запросы в прокуратуру со стороны членов комиссии, как не делаются? О том, что нужно призвать к ответственности за бездействие такого-то, такого-то сотрудника. Как не сделаются? Мы два раза сделали, два запроса сделали. По 2013 году и по 2014 году. Ну, нельзя же привлекать к ответственности какого-то клерка. Я не могу привлекать, я не считаю, что надо привлекать к ответственности вот эту несчастную комиссию в 2013 году, которая решила инвестиционный конкурс о том, что Бембы потеряют дополнительную эмиссию, вот это сделали. Они формально это делали, но за администрацию государственного имущества и стратегических ответов отвечает правительство. Решение о том, что делать и что не делать, должно принимать правительство. Если я начну сейчас делать запросы на Дмитру Годорожу или там на эту Анжелу Сусану... Или МТБРЦ. Или МТБРЦ, она больше. По МТБРЦ больше вопросов есть. Если я буду делать на них и убирать от ответственности Лянку, Лазера, которые должны были в 2013 году... Фактически, что произошло? 23% акций было подарено. А вообще, если мы возьмем закон о приватизации, имущество может быть подарено только в исключительно редких случаях государственных. И то, оно должно быть на благотворительность или там из собственности государства в собственность административно-территориальной единицы. А по сути дела, этой дополнительной эмиссии 23% были подарены. И вместо того, чтобы принять ответственность в правительстве за это, вместо того, чтобы собрать заседание правительства, провести публичные консультации, обсудить всю ситуацию с внешними партнерами еще раз, Лянка и Лазеру мыли руки и спрятались за этой комиссией. Так что, я должен подавать на стрелочников? И на них тоже обязательно. Я думаю, что каждому воздастся, насколько я знаю. Но для меня это было бы уходом от, знаете, легкое решение. Давайте возьмем Годорожу, Сусану, нескольких там клерков, которые подписали. Из-за которых спрятались более крупная рыба. Это неправильно. Потому что эти люди должны нести свою долю ответственности. Но когда мы их спрашивали на УДЕРе, спрашивали, что и как они говорят, а мы получили, нас вызвал Лянка, нас вызвал Лазер. Нам сказали, что мы должны действовать по комиссии Рейдмана. Мы вот посмотрели, мы получили эти указания. И я смотрю, говорю с ними, я вижу, что абсолютно они не в теме. Я понимаю, что это не освобождает их от ответственности, но я прекрасно понимаю, что это стрелочники. И что решение об этом принималось наверху, в узком кругу. И мы знаем, что это был Лянка, что это был Лазер, что это был Филат тогда. И что формально Филат убеждал, многих не только Лянка вызывал. Например, Барба Нядру, он последний был, кто упирался. Его вызвал Филат и буквально открытым текстом сказал, что идите по плану Рейдмана. Хотя это тоже для меня вопиющий цинизм. Такого плана не существовало. Чтобы вы знали, не было плана Рейдмана. Юридически плана Рейдмана не существовало. Рейдман очень хорошо подстраховался. Его сейчас, с точки зрения юридической, его невозможно привлечь никакой уголовной ответственности. Потому что в отчете нигде не написаны эти рекомендации, как юридические рекомендации. А в постановлении парламента, которое было принято, они тоже не нашли своего отражения. Понимаете, в чем хитрость и цинизм? Мы должны будем обязательно встретиться. Еще после вашего отчета уже понимаю. И продолжить эту тему, потому что это архиинтересно, архиважно и архивостребовано телезрителями. А сегодня я благодарю вас за ваше время и за этот разговор. Всего доброго. А я прощаюсь с вами до следующего вторника, когда Эпицентр снова выйдет в эфир РЕН Молдова. Смотрите нас каждый вторник в 20.00.